Гомель ушановили работников предприемства «Гомель Абл Аутотранс», якому на этом тыдне исполняется 75 годов. Свою работу оно начало еще до полного вызволения Беларуси от нацистских захопников. С историей и сучасностью акционерного товариства знакомился Олег Сентяров. История этого предприемства началась 1 червя 1944 года, когда с загадом Народного комиссариата автомобильного транспорта БССР на базе Гомельской, Реческой и Мазырской автотранспортных контор был утворный гомельский автомобильный аутотрест. Правда, в массовых пассажирских перевозках размова тогда не шла, тем больше, что в городе вернулись еще не все же хоры. Головная задача – обновление народной господарки. Это был вельминя просто для аутотранспортников час. Хоть и наступные годы назвать легкими нега, гоноровый транспортник Беларуси Миколай Швет, директором Ветковской автобазы, працавал за 1970-го года. Кажется, что коли приехал у район, то навод асфальтованных дорог не было. Было немоверно сложно работать. Я работал всю жизнь без выходных. Выходных не видел. На работе было минимум 12 часов. Вот такое было напряжение. А сегодня, конечно, работать удовольствие. Техника вся новая, дороги отличные все. Единственное, конечно, для городских водителей автобусов напряжение возросло в разы. Водитель автобуса испытывает то напряжение в течение рабочего дня, которое напряжение испытывает летчик при подъеме и посадке самолета. За 75 годов Гомель Аббл Аутотранс перевез больше 10 миллиардов пассажиров из выше 1 миллиарда тонн грузов. Сегодня автобусы подприемства обслуговывают имать 580 пригородных, межгородных и междержавных маршрутов. И такая статистика, якая сдольная уразить любого. А гульная протяглась в маршрутной сетке Гомель Аббл Аутотранса крыху больше 40 тысяч километров. Минавито такой заявляет задолжение экватора. А теперь увага. На протягу года транспорт предприемства проезжает 56 миллионов километров. Отремливается, что так званный умовный автобус, объезжая экватор за этот час 1250 разов. Сегодня у Гомель Абл Аутотрансе рыхтуется до удела у других европейских гульнях. Працевать на их будут 12 автобусных экипажов. На предприемстве не сомневаются. С поставленной задачей водители справятся. Тем больше, что аукционерное товариство есть великий опыт работы на мероприемствах соседного узровня. Водители Гомель Абл Аутотранса працевали на олимпийских гульнях у Сочи, на чемпионате света по хоккею у Минску, на ободовнице китайско-белорусского индустриального парку «Великий камень». А кроме того, доставка у всех делегаций областного узровня на самые головные республиканские формы так само жертвляется силами предприемства, что мечтым, не выключая необходимости, распроцовывать новые маршруты и знаходить новых партнеров. Это международное направление, потому что мы сегодня видим, куда есть желание ехать нашему пассажиру, под эти маршруты мы подстраиваемся. Есть наработки по открытию маршрута в Польшу, в Украину мы ездим, будем расширять там свое присутствие. Восточное направление у нас тоже открыто и достаточно хорошо используется. Это Москва, Питер, Брянск и так далее.